Теперь опять же вопрос, как выгодно ли покупать дуплексы, старые, в мануриале старый город, в основном дома в лучшем случае 50-х годов, а дом бывает в 1910-е, весь Вердар, 1920-е. Стоит ли вот вкладывать в такую старую развалюку? Так, вот, например, возьмем этот дом. Он находился на Плату, очень хороший райончик, знаете, в центре Мануриале, и в 2016 году он стоил 310 тысяч. То есть, я хотела сказать, в 2016 год, когда они купили 310 тысяч, а 5% они заплатили. Вот это был их первый взнос. То есть, кто купил этот дом, там чуть больше 15% они заплатили. Разница, которую они вот сейчас получают, то есть 599 тысяч, отнимая 310, вот сейчас они его продадут, они получают наличными 290 тысяч. Вот, там, правда, немножко, с фискальной точки зрения, немножко надо будет заплатить налог, потому что если жили в одном апартменте, то второй все-таки сдавался, и бухгалтер должен посчитать, сколько заплатится налог. Но даже если бы они бы там не жили, то не облагается полностью эта сумма, облагается только 50%, соответственно, от этих 50% облагается только 50%, потому что только один апартмент был сдан, и это прибавляется к семейному доходу. Если семейный доход не очень высокий, то, может быть, и так много они заплатят. Но кроме того, что дом вырос в цене на 290 тысяч, за 3 года он еще выплатил ипотеку 25 тысяч. То есть, передом-то выплачивался, то есть, у нас еще выплатила ипотека. Ведь ваши же выплаты ежемесячные состоят из ипотеки и процентов, то есть, еще мы сюда добавляем. То есть, получается, что за 3 года, за 3 года эти ребята получат 315 тысяч. Ну, каким образом они могли бы получить 315 тысяч за 3 года? Ну, о чем, о каком пенсионном фонде, о каких акциях? Ну, не знаю, может, какие-то там суперталакливые ребята и делают за 3 года 300 тысяч на акциях. Ну, это вот простая арифметика. Они вложили 15 тысяч и получили 300 за 3 года. Вот это называется инвестицией в недвижимость. И опять так же дальше. Это не то, что плато, а это плато, а вот других районах цены не растут. Лосаль. 16-19 год. Разница в ценах. Размон. 17-19 год. То есть, они ловают. Пожалуйста, везде, везде цены растут. Естественно, кто на 100 тысяч, кто на 300. Но, как бы, поэтому и нужен риэлтор, что, когда вы покупаете дом, мы садимся и смотрим. Вот именно в этом районе, в точечном, насколько выросли цены. А в нашей системе я захожу запросто в 2016-2015, в любой месяц. То есть, у нас все проданы дома с описанием, с фотографиями. То есть, у нас все есть. Поэтому смотрим, хорошо ли я сделаю, что я покупаю именно в этом месте размон. Размон район большой. Есть там и рядом с ботаническим садом, есть и старый розмон, есть по три. То есть, как бы, даже в одном районе можно купить в правильном месте, а можно купить не в том месте, где цены не растут. Но откуда вы можете это знать? Для этого нужно риэлтор, чтобы зайти, посмотреть и все это увидеть.